всем привет сегодня мы с вами познакомимся с очень мощным классом под названием робот который позволяет писать тесты разные графические на разные графические приложения то есть какой смысл смысл в том что написали бы какое-нибудь приложение в свинге типа идеи да и вам нужно его затестировать как его тестировать у вас не получится написать это там ну то есть юнит тесты вы напишите но реально тест который может про протестировать то что нажание разных кнопок у вас не получится к примеру вам нужно написать тест который кликнет файл нажмет там open к примеру там и у вас должно открыться окошечко да вот для написания таких тестов как раз используется робот мы сегодня с вами об этом поговорим если вам нравится этот видео урок внизу там есть ссылочка рекламная кликните пожалуйста на эту ссылочку таким образом вы поможете развитию нашего канала того поехали перед вами если вы знаете свинг простейший свинг приложения на нем будут две кнопочки на первой надпись submit при нажатии на нее у нас в тайтл будет добавляться единичка вторая кнопка пока ничего не делает мы там и напишем на основной функционал давайте запустим вот у нас кнопочка submit и как вы видите при каждом нажатии у нас добавляется в тайтл по единичке а я сейчас хочу написать такой код который будет клик я буду нажимать на вот эту кнопочку и когда я на нее нажму то мышка появится на первой кнопочкой нажмет на нее то есть грубо говоря робот это это вот такая вот возможность кликать на что-то там или нажимать какие-то сочетания клавиш но программно то есть программа будет контролировать все и нажимать любые сочетания клавиш или ставить мышку в любое место и нажимать за нас поехали сейчас мы напишем такой код мы возьмем вторую батон джей батон 2 а д д экшен ли сынер ой д д экшен ли и здесь график environment нам нужен получаем локал график environment потом нам нужен девайс девайс получаем наш девайс это делается просто для того чтобы получить размер экрана скажем так ну и робот должен с ним работать теперь мы берем наш робот робот равно new робот и сюда передаем ему девайс вот и все получили роботом в тройке что-ка надо засунуть это все дело все есть у нас робот можем кликать берем робота move mouse вот у нас основные для нажатия мышки все очень просто мы двигаем мышку мы нажимаем клавишу мы отпускаем клавишу можем также колесо двигать но нам хватит примитивных двигаем куда мы двигаем нам нужно смотрите значит у нас здесь все находится по иксу по игреку у нас 750 и 250 мы скопируем к 750 по иксу мы добавим где-то 50 по моему здесь плюс 10 сейчас посмотрим я кажется нашему это блин так мышка оказалась здесь значит надо двигать ее еще больше давайте сюда здесь 250 здесь пускай 20 30 давайте я просто так примерно накидываю это все давайте здесь 50 здесь 200 еще посмотрим да вот отлично у нас как раз когда мы нажимаем сюда мышку перебрасывать то самое место где нам надо отлично и теперь нам осталось только ее кликнуть пишем робот маус пресс клавиша какая у нас так input event input event button 1 down mask и то же самое теперь еще и отпустим mouse release все запускаем и смотрите как только я кластью на клик маус он мне перебрасывает на submit и кликает на него вот так что как видите ничего просто ничего сложного в роботе нет есть еще такой прикол мы можем нажимать клавишу так что тут у нас тут у нас кей-эвент кей-эвент то есть когда мы это вызываем у нас посылается и вент и события нажатия на клавишу там и потом опускание клавишу там давайте посмотрим а ты смотрите каждый раз когда я клика у нас перебрасывается вот когда я клика как видите у нас происходит табуляция происходит да то есть я кликаю сюда у меня перескакивает фокус а потом вызывается событие он перескакивает обратно как будто бы я бы нажал таб вот такой фокус поэтому то же самое мы можем передавать кей-пресс нажатия любых других клавиш альтов control of там и так далее так что я вам еще хотел рассказать есть еще такой фокус можем фотографировать любые моменты на нашем скрине таким вот образом это нам тоже не нужно так он как-то так сюда мы указываем ректангл который мы хотим и потом робот create screen capture то есть он фотографирует все равно чтобы мы нажали print screen только здесь мы задаем размер экрана то есть мы можем полный экран за задать и в итоге у нас получается какой-то имидж буферизированный вот и мы дальше можем сохранять и как-то обрабатывать возможно вам понадобится но основное что вы должны вынести из этого урока то что у нас есть класс робот который позволяет нажимать клавиши мышки перемещать ее куда угодно и также нажимать любые клавиши клавиши на клавиатуре для этого используется класс робот мы можем в тестах использовать возможно некоторые из вас побалуются напишут вирусы конечно в принципе неприятно но тем не менее а вот такой забавный класс робот если то есть